И два важных события прошли сегодня в Чувашской государственной сельхозакадемии. Старейший вуз республики отмечает свое 85-летие. Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в торжественном открытии Международной научно-практической конференции «Научно-образовательная среда как основа развития агропромышленного комплекса и социальной инфраструктуры села». Ее открытие совпало с презентацией нового учебного класса для занятий по машинному оборудованию в растеневодстве. Ни для кого не секрет, что прежде чем выйти на работу с сельскохозяйственной техникой в поля, необходимо в полной мере освоить теоретические навыки на студенческой скамье. Поэтому так важны для обучения наличие современных оборудованных по последнему слову техники классов. Один из них для занятий по машинному оборудованию в растеневодстве появился на днях. Я вижу, что сейчас уровень технического оснащения очень достойный. Это на самом деле результат большой многолетней работы. Обязательно надо пройти практику. Обязательно. Если вы не пройдете практику, у вас по жизни могут быть шатания. Обеспечить продовольственную безопасность такую задачу поставил перед аграриями страны президент России. Использование в работе современной техники, высоких технологий – основа динамичного развития сельского хозяйства. Хочу выразить славу благодарности, прежде всего, преподавателям с большой буквы за то, что они за эти 85 лет обучили многих достойных, трудолюбивых, способных предпринимателей. Эти люди достойные, которые сегодня ведут сельскохозяйственное производство эффективно. В этом году Россия выходит на рекордный урожай зерна. Собрано более 115 миллионов тонн. К 2030 году перед аграриями поставлена задача выйти на 150 миллионов тонн зерна в год. Выращивать такой урожай придется, видимо, уже нынешним студентам. Уважаемые участники международной конференции в одном из ведущих аграрных вузов нашей страны – Чувашской сельскохозяйственной академии. Во-первых, хотел бы поприветствовать вас всех от имени министра сельскохозяйства Российской Федерации. И получив здесь достаточно хороших знаний, основы в вузе, научных, первых своих исследований на кафедрах, конечно, дальше продвигать науку невозможно. Сельское хозяйство России сегодня на подъеме, отметили участники конференции. Темп прироста в 2016 году составил 3,6%. Лучшим аграрием республики сегодня были вручены государственные награды. Родион Архипов, Татьяна Раевская, Сергей Адушкин. Республика.